Всем привет! Смотрите как восстановить данные после сжатия виртуального диска. Мы рассмотрим какие типы виртуальных дисков бывают и как уменьшить размер файла диска виртуальной машины. При создании виртуальной машины средствами гипервизора по умолчанию создается виртуальные диски динамического типа. Такие диски увеличивают объем по мере записывания на них данных. И к сожалению при удалении данных их размер не уменьшается автоматически. Таким образом размер виртуальной машины увеличивается до тех пор, пока на физическом диске не останется свободного места. Для того чтобы уменьшить размер диска виртуальной машины после удаления файлов в настройках виртуальной машины есть функция сжатия. Далее в видео я покажу как сжать диск виртуальной машины в гипервизоре в MWare, Hyper-V и VirtualBox. А еще как восстановить данные сжатых дисков. Итак, что это за динамически расширяемые диски? Это тип дисков, который позволяет эффективно использовать физическое пространство для хранения. Когда вы впервые создаете динамически расширяемый диск, он имеет небольшой размер и занимает только пространство для хранения, которое ему действительно нужно. Динамический диск увеличивается по мере добавления на него новых данных, что позволяет минимизировать затраты на хранение. Кроме того, динамически расширяемые диски хорошо работают в средах тестирования и разработки и хорошо совместимы с серверами, на которых выполняются приложения, не требующие интенсивного использования накопителей. При отсутствии надлежащего мониторинга виртуальный жесткий диск может увеличиться до максимального размера, что приведет к потреблению большего физического пространства для хранения. Однако, удаление файлов с виртуального жесткого диска не решит эту проблему. Единственный способ сделать это – вручную перенастроить диск, уменьшив или сжав его. В чем же разница между уменьшением и сжатием виртуальных жестких дисков? При уменьшении диска виртуальной машины вы уменьшаете его максимальный размер. При сжатии виртуального диска пространство физического накопителя, используемое виртуальным диском, уменьшается, а неиспользуемое пространство физического диска освобождается. Уменьшение накопителей производится внутри самой виртуальной машины, в диспетчере дисков. Таким образом, вы сможете расширить или уменьшить объем накопителя. Сжатие дисков доступно в настройках виртуальной машины, конкретной программе виртуализации. А теперь давайте рассмотрим, как сжать файлы виртуального диска в программе в МВАРе. Вы должны понимать, что это уменьшит размер диска только в том случае, если он увеличился в размере и с тех пор вы удалили данные. Если вы только что создали динамический диск, это не уменьшит его. Но если вы создали динамический диск, загрузили на него 5 гигабайт данных, а затем удалили их, вы сможете уменьшить размер диска примерно на тех же 5 гигабайт. Для того, чтобы уменьшить размер виртуальной машины в МВАРе, запустите программу, выделите виртуальную машину, диск которой вам нужно уменьшить и откройте настройки. Изменить настройки. В открывшемся окне параметров виртуальной машины перейдите в раздел настроек жесткого диска. Здесь вы увидите его текущий размер. Чтобы освободить неиспользуемое место на диске, кликните по кнопке «Сжать», после чего начнется процесс перестроения содержимого диска и освобождения неиспользуемого пространства. По окончанию диск уменьшится до состояния только неиспользуемых файлов. Для более точной очистки рекомендуется выполнить дефрагментацию диска. Как сжать виртуальный диск в Hyper-V? Перед сжатием виртуального жесткого диска рекомендуется очистить корзину, выполнить дефрагментацию диска, а затем создать его резервную копию для защиты важных данных в случае сбоя диска. Иначе вы можете потерять информацию в случае ошибки запуска виртуальной машины и любых других сбоев. Данный процесс уменьшает размер файла виртуального жесткого диска, удаляя из него пустые блоки. Сжатие фиксированных виртуальных дисков невозможно. Виртуальная машина, использующая диск, который нужно сжать, должна быть выключена. Откройте диспетчер Hyper-V, кликните правой кнопкой мыши по виртуальной машине и выберите настройки Settings. Откройте настройки жесткого диска и справа нажмите Изменить. Сразу переходим к следующему шагу, так как вы уже выбрали нужный файл виртуального диска. Далее, на шаге выбора действий, отметьте пункт Сжать. В следующем окне вы сможете проверить изменения, которые будут выполнены на диске. Для начала процесса нажмите Готово. Чтобы убедиться, что размер файла действительно уменьшился, кликните по кнопке Проверить. В Oracle VirtualBox сжать динамический виртуальный диск можно с помощью командной строки. В зависимости от типа диска есть несколько способов сжатия. Если вы используете VHD диск, сжать его можно с помощью встроенной Windows утилиты Diskpart. Завершите работу виртуальной машины, диск которой вы собираетесь сжать. Откройте командную строку от имени администратора и выполните команду для запуска утилиты Diskpart. Далее выбираем диск, который нужно сжать. Выполнив такую команду. Здесь нужно прописать путь к файлу виртуального диска. И чтобы сжать накопитель, выполните такую команду. Эта процедура может занять значительное время, в зависимости от размера виртуального диска. Если сжатие прошло успешно, вы увидите на экране такое сообщение. Теперь нужно отмонтировать диск такой командой. После чего можно запускать виртуальную машину. Если вы используете видеодиски, в командной строке перейдите в папку, в которой установлен виртуал бокс. Затем запустите Vbox Manager с командой Modify HD путем к виртуальному диску и ключом Compact. Процедура займет некоторое время, в зависимости от размера накопителя. Как вы уже поняли, размер виртуального жесткого диска можно уменьшить только вручную. Если вы решите просто удалить содержимое, вы освободите место на виртуальном жестком диске, а не на физическом. Чтобы освободить место на физическом диске, вам необходимо уменьшить или сжать виртуальные жесткие диски, в зависимости от ваших потребностей. Прежде чем приступать к уменьшению или сжатию виртуального жесткого диска, всегда лучше подготовиться к наихудшему сценарию. Непредвиденная системная или аппаратная ошибка могут сделать вашу виртуальную машину полностью недоступной. Для этого вам необходимо убедиться, что данные, охраняющиеся на диске, надежно защищены и могут быть успешно восстановлены в случае отказа диска. Программа для восстановления данных Hetman Raid Recovery поможет восстановить данные в случае их потери. Утилита поддерживает все популярные файловые системы и восстановление с виртуальных жестких дисков, включая сжатые диски. Если вы потеряли информацию в процессе сжатия виртуального диска, скачайте, установите и запустите в программу Hetman Raid Recovery. Для отображения виртуального диска в окне программы его нужно загрузить. Для этого кликните по кнопке меню «Сервис» «Монтировать диск». Отметьте тип виртуальной машины, с которой нужно восстановить данные и нажмите «Далее». Укажите расположение файла виртуального диска. Отметьте папку, где хранится файл и нажмите «Ок». Отметьте файл диска «Далее». После чего смонтированный диск появится в окне программы. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». На следующем шаге нужно выбрать тип анализа. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Это займет меньше времени и поможет восстановить данные в большинстве случаев. Если в результате программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы и кликните по диску правой кнопкой мыши. Выберите «Проанализировать заново». Далее выберите полный анализ. Укажите файловую систему диска. Отметку глубокого анализа для начала можно снять. Это ускорит процесс поиска. Далее. В моем случае достаточно было быстрого сканирования. Программа нашла все файлы, которые хранятся на виртуальном диске, включая удаленные. Они здесь отмечены красным крестиком. Содержимое всех файлов можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Для того чтобы вернуть данные, отметьте нужные файлы и папки и нажмите «Восстановить». Затем укажите, куда сохранить данные. Выберите диск, папку, а затем кликните по кнопке «Восстановить». По завершении процесса все файлы будут лежать в указанном ранее каталоге. Таким образом, вы сможете восстановить данные с виртуального диска после сжатия, независимо от типа гипервизора, на котором создана виртуальная машина, включая ВМВары, Hyper-V, VirtualBox и т.д. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok